Баню построили 4 года назад и сразу оформили. Сначала у Шариповых появилась баня, затем гараж и сарай. Все надворные постройки оформила БТИ. Иначе вместо налогов ждать штрафов за незаконное строительство. Привести все к одному знаменателю намерены в Федеральной налоговой службе. Найти и облагать налогом неоформленные бани, гаражи, сараи. Замечательно, пусть оплатят. Че я плачу, а другие не платят. Помочь в этом деле смогут дроны. Власти готовы обращаться к частным компаниям аэросъемки. Видеограф Наиль Иштыряков частные секторы снимает с прошлого года. Бывали случаи, когда жители агрессивно реагировали на это. Кто-то думал, что снимают именно их, то есть именно в окна залетают. Но в основном все понимают, что это нужно для чего-то. Специализация Наиля – коммерческие ролики, видео для рекламы и частных заказов. Что хотя и бывает, но редко. Если заказчикам станут госструктуры, то и работы прибавятся, уверены крупные игроки рынка. По степени сложности, лично для нас все виды полетов одинаковые. Главное, чтобы заказчики, а именно государство, обеспечивало документальным разрешением на аэросъемку. И как раз с этим, к сожалению, сейчас все плохо. Чтобы снимать на дроны сегодня, нужны специальные права и согласие от Росавиации. Но даже с разрешениями нет гарантий, что владельцы нелегальных построек не примут ответных мер. Захотят ли сами владельцы выставлять свое хозяйство на всеобщее обозрение или что-то, придется все же маскировать. Возможно, думать об этом еще рано. Программа постановки на учет недвижимости с возможным привлечением квадрокоптеров стартует в 13 регионах страны. Но Татарстана в списке заверили в Республиканском Росреестре – нет. А новые баню или гараж ставят на учет по старинке в БТИ. Как минимум до конца года. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин